Нижегородские компании В этой части министерство промышленности и предпринимательства расскажет о той помощи или о тех программах, которые мы можем предложить предпринимателям для того, чтобы организовать данные производства в Нижегородской области. Эта компания выпускает резиновое покрытие для спортивных площадок, которые устанавливают по всей области в рамках региональной программы «Живи спортом». В их основе лежат обычные старые автопокрышки. В чем наша особенность? Мы предварительно окрашиваем крошку. У нас благодаря этому отсутствует какая-либо грязь от красителя на объекте. То есть, если вы нас, например, вызываете, мы не будем загрязнять или пачкать те же самые мафы, карусели, горки нашим красителем. Мы заранее ее производим, окрашиваем. Это обеспечивает отсутствие разнотона. То есть, у вас будет цвет ровный. А вот это оборудование для детских площадок производят в Чебоксарах. Уличные тренажеры и качели для малышей пользуются спросом по всей стране. Их отличительная особенность – отсутствие острых углов и закрытые механические конструкции. «Тренажер уникальный тем, что все подвижные элементы закрыты у них в корпусе надежно. Они очень легко подвергаются ремонту. То есть, открывается корпус, исправляется, закрывается. Это безопасно. Потому что, если обратить внимание на открытые все детали, то там можно и пальчик засунуть, и ножку, и они разламываются в конце концов. И второе отличие, что сейчас Роман стал производить тренажеры с регулировкой для нагрузки. То есть, это уникально». Стимулом для активизации деятельности нижегородских производителей в сфере благоустройства стал проект формирования комфортной городской среды. Если раньше на этом рынке было всего 11 компаний, то сейчас их сотни. «Архитекторы должны проектировать здания, сооружения, парки, скверы с учетом имеющихся возможностей, с учетом новых разработок. О них надо хотя бы знать, надо понимать, чем мы владеем, что у нас есть в нашем арсенале. Поэтому мы хотим соединить все это вместе. Разрабатывается любой проект городского округа, Нижний Новгород, Кстово, Дзержинска, небольшого населенного пункта. Должны учитываться все эти факторы. «Люди должны понимать, как они могут выйти со своей инициативой и предложениями по решению каких-либо проблем территории. Так и администрация тоже должна уметь формулировать запросы и вопросы по отношению к своим жителям, к своим горожанам для того, чтобы снимать все эти проблемные моменты и вместе находить решения и предложения, формировать концепцию по развитию той или иной площадки и вообще городов наших». Напомню, на благоустройство городских пространств до 2024 года из федерального бюджета выделено около 8 миллиардов рублей. На старте в этом году реконструируют по одному значимому объекту в каждом районе города. Юрий Афров, Андрей Панов, столица Нижний.